В общем-то в России хватает доступной и качественной здоровой еды, да вот только потребительские привычки наших людей оставляют желать лучшего. К такому выводу пришли авторы международного рейтинга качества питания из некоммерческой организации Oxfam. В своем списке они поставили Россию на 44 место из 125 возможных. Как же научиться ориентироваться в продуктовом изобилии? Поможет ли в этом помочь такое явление, как ритейл? Узнаемого обозревателя интернет-газеты «Вслух.ру» Ивана Чупрова. Присоединяйтесь к беседе и вы. Телефон прямого эфира 682-147. Иван, доброе утро. Доброе утро. Начнем, пожалуй, с главного вопроса. Что такое ритейл? Ну, в принципе, ритейл с английского – это просто торговля, но у нас под этим термином понимается так называемая цивилизованная розница. Это магазины самообслуживания, всем нам известны гипермаркеты, супермаркеты, которые обычно принадлежат крупным торговым сетям. Как эти сети борются за своего потребителя? Самый простой способ, которым пользуются все сети – это различные скидки и акции, которыми они привлекают своего клиента. А откуда берутся вот эти скидки? За счет чего? Чаще всего скидка делается за счет поставщика. То есть сеть договаривается с поставщиком о том, что берет у него какой-то особо крупный объем товара, и он на это дело дает скидку. То есть ему выгодно, потому что он может реализовать больше. Эта же скидка транслируется в розничной цене. То есть поставщик на 20% скинул, и продавец тоже нам скидывает на 20%. Бывают случаи, когда сети делают скидки за свой счет, но это должна быть достаточно веская причина. Например, заканчивается срок хранения? Например, заканчивается срок хранения. А как в крупных торговых сетях отслеживать качество продуктов? Ну, для этого в крупных торговых сетях есть специальные люди, которые занимаются этим вопросом. То есть они смотрят, они должны соблюдать условия хранения товара на складе, да? И, собственно, руководство магазина или, опять же, специальные люди смотрят о том, обращают внимание на то, как мало осталось до конца срока хранения и все такое прочее. А куда исчезает пропавшая продукция? Да, кстати. Чаще всего списывается просто, потому что у каждого магазина есть какой-то определенный процент, прописанный на списание, да, он заранее закладывается в экономическую модель эффективности. Иногда товар, у которого сроки хранения уже подходят, реализуется среди своих сотрудников по сниженным, опять же, ценам. Иногда могут товар, который немного просроченный, скажем, тоже срок хранения подходит, отдать в какие-то социальные организации. Иногда, к сожалению, просроченный товар идет в переработку, в кулинарию, в салат. Ну да, вот я хочу эту тему продолжить. Бывает то, что продукт, он некачественный, но срок годности написан самый необходимый, то есть еще есть, он может еще реализовываться. Но что делают с таким товаром? Как его сбывают? Ну, вообще, в принципе, сбывать некачественный товар незаконно. Я думаю, что специально сбывать его никто не будет, то есть под суп-то никто не хочет. Но если такое случилось, если нам его сбудут, то тут, думаю, надо потребителю просто идти в Роспотребный обзор и, собственно, жаловаться. А вот еще слышала такое мнение, говорят, что мерчендайзеры, когда они раскладывают товар, они самые необходимые, которые нужно быстрее сбыть, они ставят на уровне глаз. Вот вы с этим сталкивались? Да, действительно так, но не всегда на уровне глаз, просто товар, у которого срок подходит, он стоит ближе к нам, да, к потребителю. Поэтому если вот туда немножко залезть подальше, то можно, собственно, найти товар с более лучшим сроком хранения. А если ниже смотреть на полочки, может быть, там дешевле будет, качественнее? Самый дешевый товар обычно и стоит внизу, потому что считается, что если вам нужен дешевый товар, то вы не затруднитесь наклониться. Вот, ну да. А получается, как правильно делать покупки? То есть идти, смотреть сперва по низу, заглядывать в дальние концы пола? То есть какие есть правила? Да. И есть ли они? Думаю, особых правил тут нет. Да, действительно, нужно, во-первых, лучше всего просто выбирать тот товар, которому вы доверяете. Допустим, если вы покупаете там товар какой-то определенной марки, наши, местные, как всегда, лучше покупать товар с короткими сроками хранения. Это возможно только, когда мы покупаем местный товар. Вот. Вот это основное правило. То есть покупать те марки, которые уже проверены, которые мы точно знаем, что они здоровые, что они безопасные и, собственно, и вкусные, и качественные. Вот. Может быть, еще какие-то правила есть? Вот как вот прийти за покупками мне, как хозяйке, и не остаться ни с некачественной едой, и еще и денег не попасть? Сэкономить. Или на акцию не очень хорошую попасть? Вот как? Ну, собственно, тут все зависит от покупателя. Надо внимательно смотреть на сроки годности, надо внимательно смотреть на упаковку товара. Повреждена она, не повреждена, естественно, не брать с поврежденной упаковкой, потому что товар может быть уже не свежий. Вот. И, повторюсь, выбирать тот товар, где сроки хранения короткий. Ну, вот, как раз по поводу поврежденной упаковки товара, да, я несколько раз сам наблюдал картину, когда человек подходит, смотрит, повреждено, и кладет обратно. К кому обращаться в магазинах? Есть какая-то рекомендация? Конечно. Кого позвать, чтобы это убрали и, может быть, настоять? Как минимум продавца. Если продавец не может помочь, значит, звать менеджера какого-то или директора магазина, да, такой товар должен быть выбран с полки, конечно. Конечно. Потому что нарушение упаковки может, явно здесь, означать потери качества. И, то есть, исходя из этого, можно уже выбирать надежность, ненадежность магазина торговой сети, который... Конечно. Исходя из того, как работает персонал. Да. А в Тюмени есть какой-то рейтинг вообще надежности или отзывчивости торговых сетей, что, например, если хотите, там, хорошего обслуживания и свежего товара, идите сюда. Не хотите, не идите туда. Да. Это хорошая идея, наверное, такой рейтинг стоит создать, но пока я такого не встречал, по крайней мере. Расскажите, вот те люди, которые натыкаются на некачественную продукцию, наверняка к вам обращались такие люди, у вас были наверняка такие материалы. Вот расскажите, на примере. Ну, я могу рассказать, на примере, к нам один раз обратилась девушка, которая в одном из наших гипермаркетов купила некачественный хот-дог. Он был с плесенью внутри. Вот. Она все сделала правильно. Она подоложала... Нет, она обратилась к магазину, сразу же зафиксировала вот этот факт. И, собственно, магазин там пошел навстречу покупателю, признал свою вину, возместил весь стоимость этого товара. Собственно, вот, если бы магазин уперся, то в этом случае надо было бы идти в распотребный обзор и там уже решать, возможно, даже через... А если бы вот девушка съела этот хот-дог, да, отравилась, попала бы в больницу, вот какие тогда последствия? В таком случае продавец, во-первых, кроме стоимости вот этого товара, который он должен вернуть, он должен будет еще оплатить стоимость лечения. И, возможно, возместить ту заработную плату, которую человек потерял, пока был на больничной. Ну, вот, чтобы действительно с нужными документами обратиться в суд. Вот, допустим, я покупаю тот же некачественный хот-дог. Я должна его сфотографировать, зафиксировать, не знаю, интервью продавца, что он мне его продал, свидетелей найти, вот такие мои действия. Чем больше вы сделаете, тем будет лучше, да. Сейчас у каждого в телефоне есть, собственно, фотоаппарат, мы сразу фотографируем, мы прикладываем чек, поэтому старайтесь не выбрасывать чеки сразу после того, как вы купили товар. Вот, мы обращаемся к персоналу магазина и, если есть возможность, записываем звук этого, и после этого идем уже в Роспотребнадзор, а там тишина заявлений. Ну, вот, смотрите, в Тюмени есть еще, скажем так, такие ритейлерские сети, как социальные, да, где и товар подешевле, и более доступный. А у них есть какая-то особенность, что раз там подешевле, то и товар пониже к качествам, или как к ним относиться? К сожалению, у нас такое случается, да, у нас чем сеть дешевле, вот, тем мы... Больше вероятность, что товар там низкого качества. Больше вероятность, что товар будет некачественным, и более того, они практически этого не скрывают. То есть там действительно лежит гора фруктов, из них половины гнилые, и надо там покопаться, чтобы выбрать чего-то хорошее. Да, от этого зависит, но они говорят, зато у нас дешевая цена. Хорошо, вот тогда мне интересно... А как же закон о защите прав потребителей? Мы же можем просто взять эту коробку и пойти ругаться. Можете. Почему-то никто не ругается, видимо, у нас потребитель как-то не слишком активен. То есть, получается, здесь все зависит от потребителя, это наше отношение, что... Ну, половина гнилья, зато на 20 рублей дешевле. Наверное, так. Действительно, все зависит от потребителя. Чем активнее гражданская позиция потребителя, тем быстрее рентейл будет под это подстраиваться. Зарабатывать все равно все хотят, никто не хочет уходить с рынка. Если мы будем активнее, сети будут идти нам на встречу, им некуда деваться. То есть, получается, мы как потребители голосуем рублем. Если сеть непопулярна, человек не будет в нее уходить, она почему-то будет утереть? Конечно. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Приятного вам дня. До свидания. Спасибо.